Книга 39. 7 навыков высокоэффективных людей. Автор Стивен Кови. Навык 1. Будьте проактивны. Порой человек считает, что он такой, какой есть, потому что на него повлияли или влияют третьи лица. Например, во-первых, на него повлияли генетически. То есть, если у ваших дедушек или бабушек был крутой нрав, то он заложен в вашей ДНК. Во-вторых, психически. То есть, вас таким сделали ваши родители. Так как они с самого раннего детства говорили, что вы никчемный, у вас ничего не получится и тому подобное. Потому вы и сейчас боитесь браться за что-то, думая, что у вас ничего не выйдет. И в-третьих, на вас повлияла окружающая среда. Здесь во всем виновата ваша жена, ваш начальник, сложившаяся финансовая ситуация или политика государства. То есть, кто-то или что-то в вашем окружении несет ответственность за ваше нынешнее положение. Но на самом деле, человек может сам решать, какое влияние на него окажет то, что его окружает. Каждый человек располагает внутренней свободой, и только от него зависит, какой выбор он сделает. Термин проактивность означает, что мы сами несем ответственность за свою собственную жизнь. Наше поведение зависит от наших решений, а не от нашего окружения. Высокоэффективные люди не перекладывают свою ответственность на других и не объясняют свое поведение обстоятельствами и непростой ситуацией. Их поведение есть продукт их собственного сознательного выбора. Если человек позволяет окружению влиять на него, он становится реактивным. То есть, если окружающие относятся к нему хорошо, у него все в порядке. Если же плохо, то он становится закрытым и занимает оборонительную позицию. То есть, такой человек позволяет окружающим влиять на его эмоциональную жизнь. А проактивные люди не зависят от окружающих людей. Ганди высказал похожую мысль. Нас невозможно лишить самоуважения, если только мы сами его не отдадим. Поэтому, если вы прежде сваливали все на других, сегодня примите то, что вы такой, какой есть, из-за выбора, сделанного вами вчера. Поэтому, кто-то постоянно винит других, все дни находясь в подавленном состоянии. А кто-то сохраняет удивительную жизненную силу, вдохновляя этим других людей. Многие люди ждут, пока их возьмут за руку и проведут весь путь. Или все произойдет само собой. Проактивные же люди проявляют инициативу, сами находят ответы на вопросы и делают все необходимое для выполнения задачи. Например, человек может посмотреть видео о продаже чего-либо и сказать, что в России это не работает. Он даже не задумается над тем, как это можно переосмыслить и применить в нашей стране. Он ждет, пока ему все досконально не разжуют и не положат в рот. То же самое и с навыками. Прослушав каждый навык, вам необходимо попробовать его применить. Или подстроить под себя. Реактивных людей вы можете узнать по словам. Да, я глупый, у меня ничего не получится. Проактивные же люди говорят, я могу попробовать сделать это. Так как если ты не пробовал, то почему ты уверен, что у тебя ничего не получится. Или он называет меня никчемным. Проактивный скажет, мне все равно, что он говорит. Вы должны реагировать только на конструктивную критику. Или, у меня нет времени, я не могу этого сделать. Проактивный скажет, как я могу это сделать. Например, чтобы начать бегать, нужно вставать на час раньше или выделить время вечером. Или реактивный человек скажет, если бы моя жена была более терпеливой, проактивный же скажет, как я могу измениться. То есть, если вы постоянно опаздываете и не уделяете жене время, то вполне естественно, что она будет вами недовольна. В итоге, речь реактивного человека заключается в перекладывании ответственности и неспособности принять решение. Проактивные люди фокусируют свои усилия на круге влияния. Они направляют свою энергию на то, что подвластно их влиянию. И каждый раз они его расширяют. Реактивные люди, напротив, растрачивают свои усилия в круге забот. Они фокусируют внимание на слабостях других людей, на проблемах внешней среды и обстоятельствах, на которые они не в силах повлиять. Это проявляется в постоянных жалобах и обвинениях. Например, если в вашем районе часто происходит обрыв сети, и вы остаетесь без света, то проактивные люди могут купить себе генератор и теперь полностью контролировать данную ситуацию. Реактивный же человек не будет ничего делать. Он будет только злиться и обвинять других. Реактивные люди всегда используют фразу «если бы я имел». Таким образом, они дают внешним факторам управлять ими. Например, «если бы я имел более послушных детей» или «если бы я имел больше денег». То есть они думают, что смогли бы измениться только после того, как изменится то, что в ней их. Проактивные же люди говорят фразу «я могу быть». Например, «я могу быть более внимательным» и тогда дети будут послушными. Или «я могу научиться чему-то новому и зарабатывать на этом деньги». Таким образом, вы берете ответственность на себя и работаете над собой. Перестаньте пытаться переделать кого-либо, а работайте над своими слабостями. Представьте ситуацию, которая в ближайшее время могла бы возникнуть с вами, и вы бы вели себя реактивно. А теперь подумайте, как бы вы отреагировали в проактивной манере. Второй навык. Начинайте, представляя конечную цель. Представьте, что вы попали на собственные похороны. Подумайте, какие слова о себе и своей жизни вы бы хотели услышать от ваших родных, друзей или коллег. Какие свои дела и достижения вы бы хотели запечатлеть в их памяти. Какой след вы бы хотели оставить в их жизни. Запишите ваши мысли. Навык 2 гласит, что вы уже сегодня должны начать представлять картину конечной цели в вашей жизни. И все, что вы будете делать каждый день, не должно противоречить критериям, которые вы сами определили для себя как наиболее важные. Принцип «начинайте, представляя конечную цель» основывается на идее того, что все создается дважды. Например, сперва вы в мельчайших подробностях проектируете свой дом, и только после этого начинаете его строить. Большинство же как раз проваливаются во всех сферах, потому что не спроектировали их план развития. Вы можете применить данный метод ко всему. Например, к выполнению родительских обязанностей. Поставив цель вырастить своих детей ответственными и дисциплинированными людьми, вы не будете орать на них, а будете доходчиво объяснять, что правильно, а что нет. Выслушивать их и помогать решать все проблемы. И когда ребенок что-то натворит, опираясь на свои ценности, вы всегда примете верное решение. Метод можно также применить к работе. Если вы хотите стать самым честным журналистом, то не согласитесь на заказные новости или обман людей. Это не позволит вам ваши ценности, которые вы перед собой поставили. Большинство людей живут по чужим сценариям, навязанным им семьей, коллегами или планами других людей. Они произрастают из нашей глубокой зависимости от других и из нашей потребности в одобрении и любви. Например, если родители сказали, будь доктором, то вы им станете, чтобы не потерять их одобрение и любовь. Поэтому проанализируйте свои сценарии, по которым вы живете. И если они не совпадают с вашими целями в жизни, возьмите на себя ответственность и напишите собственные сценарии. Возьмите лист бумаги и напишите свою личную миссию. Каким характером вы хотите обладать? Какие вклады и достижения сделать в течение жизни? А также, каких ценностей и принципов вам нужно придерживаться? Например, я чист перед совестью, помню о людях, которые рядом. Всегда выслушаю, прежде чем что-то сказать. Не сужу других людей. Прислушиваюсь к советам других и тому подобное. Таким образом, вы заложите в себе то ядро, которому будете следовать, принимая все решения. У вас должен быть единый четкий центр, который служил бы основой гармонии всех сторон вашей жизни. Например, если вы блогер и вам предложат прорекламировать что-то, что нанесет вред другим людям, то вы откажетесь, сколько бы денег вам не предлагали, так как это предложение противоречит вашей миссии. У кого же нет такой миссии, тот согласится. Со временем вы можете пересматривать вашу личную миссию, меняя или добавляя в ней пункты, которые соответствуют вашим убеждениям. И все ваши поступки должны служить реализации вашей личной миссии. И через какое-то время еще раз представьте свои похороны и то, что люди будут говорить о вас. Так вы поймете, правильной ли дорогой вы идете или нет. Если ваша миссия является быть хорошим отцом, но вы постоянно срываетесь, когда ребенок что-то сломает или испортит, сядьте и представьте себя в подобной ситуации. Например, если ваш ребенок сломал стул. Представьте себя в тот момент. Почувствуйте пол под ногами, запах в комнате, одежду, в которую будет одет ваш ребенок. И вместо того, чтобы представить вашу обычную реакцию, когда вы готовы вспылить, представьте, как вы справляетесь с ситуацией, проявляя любовь и самообладание, которые заложены в вашей миссии. И если вы будете делать это день за днем, то ваше поведение будет меняться, и вы не будете остро реагировать на такие события. Вы можете представлять любые трудности, с которыми вы можете столкнуться в жизни, и представлять ваши реакции на них. Таким образом, вы программируете себя на подсознательном уровне, и когда вы действительно окажетесь в этой ситуации, она уже будет вам знакома и не испугает вас. Вы можете составить миссию не только лично для себя, но и для всей семьи. Сформулируйте миссию вместе со своей половинкой, распечатайте и повесьте ее на стене в столовой, чтобы каждый день видеть ее. Миссию может также сделать и организация, повесив ее туда, где каждый сотрудник сможет с ней ознакомиться. Например, руководители IBM делают упор на достоинстве личности, высочайшем качестве и отличном сервисе. И когда в командировке у них заболел сотрудник, а его жена в другом городе была сильно обеспокоена этим, сотрудники IBM наняли вертолет, чтобы перевезти больного до аэропорта, а там пересадили на специальный самолет до его города. Это стоило им много тысяч долларов. Однако IBM дорожит своими сотрудниками и ценит личность. Это является одним из устоев компании, и потому они придерживаются его. Третий навык. Сначала делайте то, что необходимо сделать сначала. Организуйте свои действия на основе приоритетов. Для начала постарайтесь как-то упорядочить и систематизировать все, что вам надо сделать в течение дня, недели и года. Для этого заведите дневник и делайте заметки. Более подробно об этом рассказано в видео «Оставь брезгливость, съешь лягушку» и принцип 80 на 20. Четвертый навык. Думайте в духе «Выиграл-выиграл». Если вы хотите, чтобы каждый человек в вашей команде работал вместе, делился идеями и чтобы все получали отдачу от общих усилий, не стоит вознаграждать только отдельных личностей. Например, давать путевку только лучшему. Этим вы создаете ситуацию внутреннего соперничества, так как успех одного менеджера означает поражение всех остальных. Существует шесть парадигм взаимодействия между людьми. Первое. «Выиграл-выиграл». Данная парадигма означает, что выигрывают обе стороны. В данном случае люди будут сотрудничать друг с другом, чтобы в итоге все вместе получить вознаграждение. При этом успех одного человека не будет достигаться за счет другого. Второе. «Выиграл-проиграл». Люди с данной установкой склонны использовать собственное положение, власть, состояние или личные качества, чтобы добиться своего. Она гласит, если я выиграл, то ты проиграл. Она может использоваться с раннего детства. Например, когда одного ребенка сравнивают с другим, второй при этом думает, что если он не достигнет чего-то, то он не заслуживает любви и не ценен сам по себе. Затем этот же сценарий проявляется в школе, когда вас оценивают с другими учениками. Поэтому в основе образовательного процесса лежит соревнование, а не сотрудничество. Затем это проявляется, когда человек устраивается на работу. То есть в большинстве случаев люди соперничают друг с другом, и это сказывается на их поведении и отношении друг к другу. Третья парадигма. «Проиграл-выиграл». Такие люди высказываются следующим образом. «Давай, делай со мной все, что хочешь». Или «Я готов на все ради сохранения мира». Такие люди готовы угождать и ублажать. Им недостает смелости, чтобы выражать свои собственные чувства и убеждения, и они попадают под влияние сильных личностей. При переговорах это означает сдачу и отступление. Люди с установкой «выиграл-проиграл» обожают таких людей, поскольку могут жить за их счет. Но если человеку постоянно приходится сдерживать свои эмоции, они все равно накапливаются в нем. И это может обернуться чрезмерным гневом, яростью или неадекватной реакцией на малейшее раздражение. Четвертое. «Проиграл-проиграл». Когда сходятся две эгоистичные натуры «выиграл-проиграл», то ни один из них не уступит другому. И потому неизбежен результат «проиграл-проиграл». То есть проигрывают оба. Пятое. «Выиграл». Люди с данным менталитетом совсем не обязательно хотят, чтобы кто-то проигрывал. Для них это не имеет значения. Для них важно лишь самим получить желаемое. Такой человек мыслит категориями собственных интересов, предоставляя другим самим заботиться о себе. Например, если 10 человек попало в аварию, и среди них ваш ребенок, то вам будет все равно на остальных, вашей целью будет спасти своего ребенка. И пятое парадигма. «Не связываться». Здесь вы не пытаетесь как-то манипулировать своим собеседником. Вы говорите ему прямо. «Я хочу прийти к результату «выиграл-выиграл». И если это не получится сделать, то лучше вообще не заключать соглашение, чем принимать и выполнять решения, не устраивающие нас обоих. Так родители, которые просят ребенка чем-то заняться, например, играть на музыкальных инструментах, рисовать и тому подобное, могут ему сказать, что если ему не понравится, они просто подыщут другой способ раскрытия его талантов, но не будут заставлять его продолжать этим заниматься. То есть выигрывают опять оба. Всегда пытайтесь поставить себя на место другого человека и подробно писать свое представление о том, каким он видит решение. Так вы всегда будете знать, как прийти к решению «выиграл-выиграл». Навык пятый. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым. Например, если ребенок, придя из школы, скажет, что он не хочет продолжать учиться, многие родители скажут, чтобы он не валял дурака. Образование – это основа его будущего, и что если он будет учиться так же хорошо, как и его сестра, то ему понравится. Они высказали все это, даже не узнав действительную причину, почему он вдруг не хочет учиться. Если вы не научитесь слушать, ваши отношения будут постепенно разрушаться. Затем эти же люди говорят, «Я не понимаю своего сына, он просто не желает меня слушать». А теперь вдумайтесь в это предложение. Чтобы понять другого человека, нужно слушать его. Мы же преисполнены ощущением собственной правоты и ориентируемся на свой жизненный опыт. Мы хотим, чтобы нас понимали, и поэтому пытаемся внушить свою точку зрения, не выслушивая чужую. Хорошим способом выпытать у человека, что он действительно хочет, это выслушать его слова, понять его чувства и озвучить их вместе со словами. Например, ваш сын говорит вам, «Ну все, мне надоело, кому нужна эта школа?» Вы же можете ответить, «Тебе это надоело? Ты считаешь, что школа никому не нужна?» Сын может ответить, что никакой пользы нет от этой учебы, и это пустая трата времени. Вы также задаете вопрос, просто повторив эти слова, «Ты считаешь, что школа не приносит тебе никакой пользы?» И таким способом ребенок все больше и больше будет вам открываться. И в итоге расскажет, что учительница опозорила его перед всем классом, сказав, что он читает на уровне второго класса. Шестой навык. Достигайте синергии. Суть синергии состоит в том, чтобы ценить различия между людьми. Различия в менталитете, в эмоциональной сфере и психологические различия. Например, если вам нравится разрабатывать игры, и вся ваша команда собралась вместе, чтобы обсудить механику или дизайн игры, и при этом каждый высказывает свое мнение и взгляд на игру, то это безумно вдохновляет каждого члена команды. Впадая в состояние синергии, вы теряете ход времени. Но некоторые руководители, как и школьные учителя, ограничивают свободу и творческие возможности сотрудников и учеников, тем самым уничтожая дух творчества, предпринимательства и синергии. Поэтому не ограничивайте людей в самовыражении. Таким образом, открытость одних людей заражает других участников, и возникает общая творческая эмпатия, где каждый человек начинает понимать друг друга. Навык седьмой. Затачивайте пилу. Седьмой навык поддерживает и развивает самый ценный ваш ресурс, вас самого. Ваше физическое, духовное, интеллектуальное и социально-эмоциональное состояние. Он означает, что мы должны регулярно и последовательно развивать их. К физическому состоянию относят физические упражнения и питание. Укрепляя вашу силу и выносливость, у вас прибавится энергия, а усталость после работы сменится бодростью. К духовному состоянию можно отнести прояснение ценностей, учебу и размышления. Автор каждый день читает Библию и размышляет о мудрости Священного Писания, так как это соответствует его системе ценностей. Кто-то медитирует или находит спокойствие в общении с природой. Найдите то, что умиротворяет вас и занимайтесь этим каждый день, размышляя о смысле жизни и о конечной цели нашего существования. Буддист однажды сказал, что он медитирует с самого раннего утра. И весь день после этого в своих мыслях и сердце носит покой тех утренних мгновений. К интеллектуальному состоянию можно отнести чтение и планирование. Многие после школы перестают учиться. Они больше не читают книги, а всю жизнь проводят за телевизором. Вы же как можно чаще должны читать различную литературу, так как это делает нас умнее и расширяет наш кругозор. И к социально-эмоциональному состоянию можно отнести сопереживание и синергию. Здесь постарайтесь каждый день слушать других людей, воспринимать их точку зрения и принимать решения, основываясь на взаимовыгодном сотрудничестве.